Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Спасение человеческой души – это мгновение или это какой-то протяженный период времени? Бывает по-разному. Бывает так, что человек в конце жизни совершил какой-то поступок, великий ради Господа Иисуса Христа, и спасен. Вот в житиях древних мучеников очень часто можно встретить такой сюжет, который много раз происходил, когда исполнявший роль полицейских и одновременно палачей римские войны на каких-то территориях, подвластных Римской империи, сталкиваясь с мужеством, одновременно кротостью и святостью святых мучеников, обретали веру. И говорили, и я тоже христианин. Тогда им просто отрубали голову, тут же им говорили, сейчас умрешь. Он говорит, я тоже христианин? Да. До этого у них была тяжелая большая жизнь, где они совершали, может быть, множество тяжких преступлений, и пытали, участвовали в допросах, участвовали в казнях. А вот решение отдать свою жизнь ради веры в Господа Иисуса Христа, увидев Его любовь, отраженную в глазах святых людей, вот это решение перечеркивает все и спасает человека, вводит человека в спасение Божие. Конечно, не поступок человека спасает сам Христос. А для тех, кто идет дорогой через всю жизнь, спасение – это труд на всю жизнь. Точнее так, спасение – это дар Божий, вечная жизнь – это дар во Христе Иисусе, говорит апостол Павел. Оброк греха – смерть, а вечная жизнь – дар во Христе Иисусе. Так вот, взятие этого дара и есть христианская жизнь. Когда священник готовит в чине оглашения человека к крещению, он говорит «Господи, Ты дал ему власть вечной жизни». Удивительно по своей точности и емкости потрясающие слова. Вечная жизнь дана Богом как дар, но власть, взять ее или не взять, находится у человека. Если я живу, если мне Господь дал десятилетие христианской жизни для того, чтобы потрудиться христианином здесь на земле, то спасение для меня, конечно, совершается до последней минуты в моей жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.